В эфире выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Необходимо обеспечить полный контроль украинско-российской границы при участии инспектора ФБСЕ соответствующей видеофиксации, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями стран-членов ФБСЕ. Это необходимый элемент дальнейшего воплощения мирного плана. Глава государства обратил внимание на многочисленные факты нарушения режима прекращения огня и продолжения использования боевиками тяжелой артиллерии. А также президент предложил активизировать усилия мониторинговой миссии и увеличить количество наблюдателей. Нам нужно увеличить число наблюдателей ФБСЕ. Сначала их насчитывалось 300 человек. Мы приняли решение увеличить их до 500. Но для территории, которую очерчивает линия контроля в более чем 500 километров, этого недостаточно. Наши предварительные подсчеты означают, что нам нужно как минимум полторы тысячи наблюдателей. 500 инспекторов. Поэтому города, подконтрольные украинской армией, переподчинили под другие районные центры. Речь идет о некоторых населенных пунктах, которые идут вдоль линии антитеррористической операции. Эти земли пока переходят в подчинение районов, где есть районный совет, и он работает, где есть казначейство. Я працюни казначейство. Вместе с тем российские наемники продолжают атаковать позиции украинских военных. Не прекращаются попытки штурма Донецкого аэропорта, сообщают в пресс-службе АТО. Обстреляны блокпосты бойцов, которые охраняют ТЭС в городе Счастье Луганской области. В районе этого населенного пункта, а также под Дебальцево, Старогнатовка и Донецкой области было наибольшее количество нападений на украинских военных. Боевики также атаковали жилые кварталы поселка Ольховатка Донецкой области и города Попасной Луганской. И кроме того, террористы устанавливают фугасы на пути следования военной техники и гражданского транспорта. И в Донецке сохраняется напряженная обстановка. С утра жители Киевского и Куйбышевского районов сообщают о залпах. Вчера в результате обстрелов погибли 4 мирных жителя, 10 раненые, сообщает Горсовет. Террористы уничтожили два жилых дома в Киевском районе, а также обстреливали Петровский и Кировский районы города. Несмотря на напряженную обстановку, в Донецке велись работы на электросетях. Восстановлено энергоснабжение Северного водопроводного узла. В плену сепаратистов на Донбассе остаются более 600 украинцев. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Ранее глава государства сообщил о трех людях, освобожденных из плена пророссийских боевиков. В том числе и журналиста телеканала «Эспроса-ТВ» Егор Воробьева. С начала перемирия в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 64 украинских военнослужащих. Еще 364 получили ранения. И только за последние сутки потери украинских военных составили 5 человек. Такие данные обнародовал главный военных прокурор Украины Анатолий Матиос. Он также сообщил, что по вине террористов за время объявления режима прекращения огня на Донбассе погибли 33 мирных жителя. 112 грузовиков гуманитарного груза из Германии прибудет в Киев в ночь на среду 8 октября. А уже 12 числа ожидается распределение груза по городам-получателям. Об этом сообщил заместитель главы государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко. Гуманитарный груз общей стоимостью около 18 миллионов евро, состав которого входят сборные домики и электрогенераторы, будет направлен в Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Вся процедура таможенного оформления 740 тонн груза, проходившая на польской стороне, заняла не более 6 часов. Жизнь и деятельность чиновников под микроскоп. Верховная радость делала шаг к системному искоренению коррупции, приняла в первом чтении пакет правительственных антикоррупционных законопроектов. Голосовали депутаты под пристальным вниманием общественности. Как работали народные избранники, далее в сюжете. Антикоррупционный день у депутатов начался с митинга. Под стены парламента пришло около сотни активистов и не с пустыми руками. Принесли с десяток ведер с помидорами. Здесь мы выставляем все их портреты. И мы будем сразу же ориентироваться, кто что не поддерживает. И устраивать такой помидорный бой с портретами. Мы себе не ставим задачу бить по лицу депутатов. Но я вижу, что здесь достаточно людей, которые решительно настроены. И я не уверен, что они ограничатся только портретами. То ли боязнь попасть под помидорный обстрел, то ли чувство политической ответственности, то ли приближение выборов. Но депутаты приняли в первом чтении все пять антикоррупционных законопроектов. Перед голосованием выступил премьер с напутственным словом. Это является одним из ключевых элементов плана экономического восстановления в Украине. Коррумпированным странам деньги не дают. Коррумпированным странам инвесторы также не идут. Это наш с вами общий тест не на слова, а на дело. Согласно антикоррупционному пакету законов, бороться со взяточничеством будут прежде всего в высших эшелонах власти. Все чиновники, суди, прокуроры и представители правоохранительных органов будут обязаны декларировать в электронном виде не только свои доходы, но и расходы. Декларации будут проверять. Создается специальный превентивный орган, национальная комиссия, которая формируется на открытом конкурсе, и большинство, в которой представители общественности. Эта комиссия будет осуществлять мониторинг всех деклараций чиновников первой, третьей категории. Также эта комиссия будет осуществлять антикоррупционную экспертизу и вести антикоррупционный реестр. Всех правонарушений, совершенных государственными служащими. Не удастся скрыть чиновнику и свою реальную собственность, компанию или недвижимость. Все предприятия обяжут открывать информацию о настоящих владельцах, чтобы прекратить практику подставных ферм. А Минюст откроет на всеобщее обозрение реестр недвижимости. Прозрачно, в онлайн-режиме. Будем знать, кому принадлежит тот или иной дворец, кому принадлежит тот или иной домик, кому принадлежит тот или иной участок в 100 или 200 гектаров земли, как он его получил. История правовых сделок любого имущества будет в открытом доступе. Этим мы положим конец всем мошенническим схемам относительно завладения собственностью граждан и завладения собственностью юридических лиц. Расследовать факты злоупотребления власти поручат Национальному антикоррупционному бюро. Руководителя будет назначать президент после открытого конкурса и собеседования в прямом эфире. А тот уже соберет персонал всего 700 человек. Из них 300 следователей. Работа пыльная, но прибыльная. Зарплата минимум 18 тысяч гривен. Все эти инициативы депутаты еще доработают и в целом документы рассмотрят 14 октября на своем последнем заседании. Оксана Прыжко, Анна Каменева, Андрей Коваль, Сергей Савчук, Александр Котельников, ВТБ. Президент Петр Порошенко надеется, что законопроект о Национальном антикоррупционном бюро в целом парламент примет 14 октября. Об этом сообщил представитель главы государства Верховной Ради Руслан Князевич. Заработает закон не позднее, чем через три месяца после принятия. За это время проведут необходимые организационные процедуры и сформируют кадры. Предполагается, что в Нацбюро будет работать около 800 человек. 300 из них – оперативно работники. В Украине появится антикоррупционный орган не только с исключительными полномочиями, но и с полнотой ответственности, подчеркнул Руслан Князевич. Минздрав рекомендует всем украинцам пройти вакцинацию против гриппа. Об этом на брифинге заявила главный внештатный инфекционист Ольга Голубовская. В министерстве утверждают, что от известных ранее штаммов вируса препараты уже есть. Новых штаммов пока не зафиксировано. В этом году уровень сезонного заболевания гриппами, острыми респираторными инфекциями увеличился. Сейчас на территории Украины зарегистрировано почти 126 тысяч людей, заболевших гриппом. Врачи уверяют, пока эпидемическая ситуация в стране стабильна, и показатели заболеваний не превышают допустимые нормы. Но все же Минздрав призывает украинцев следить за состоянием здоровья, ведь вирусные инфекции наиболее опасны осложнениями. В этом сезоне прогнозируется циркуляция вирусов гриппа типа А. Это грипп Калифорния и Техас, а также вирусов Б, Массачусетс. Отмечается небольшой такой рост респираторных каких-либо заболеваний. Так как H1N1, именно этот штамм вируса гриппа показывает агрессивность к группам риска, так вот эти группы риска, о которых я сказала, должны тоже серьезно подумать о вакцинации. И важные политические вопросы. Далее смотрите обсуждение этих всех вопросов в программе «Национальный интерес» сразу после финансовой информации. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok